Популизм от депутатов справедливой России и так далее, просто лоботрясы, которым просто насиживают. Надеются, что кто-то о нем услышит. В конце срока, когда осталось меньше полугода. Врачи из Костромы предстанут перед судом за 99 эпизодов взяток за фиктивную инвалидность. — Акции. — Да-да-да. — Каждому сотому бесплатно. — Может смешно, грустно. Сейчас огромное количество по онкологическим диагнозам получает инвалидность. Вот вторую группу дают только за деньги. Так всем рисует третью группу. Первую группу дают вообще, я так понимаю, нужно быть без ног, без рук и еще заплатить 150 тысяч. Взятка — 150 тысяч. Причем дают на год. То есть ты 150 тысяч отдал, получил в виде пенсий, пособий, я не знаю, что еще, и еще на следующий год. То есть фактически обрабатываешь вот этих врачей. Это они взяли в Костроме. Вы что думаете, только в Костроме, что ли, эта система? Она везде. — Губернатор Подмосковья заказал наркотики, чтобы поймать дилеров. — Да, кто-то Воробьеву позвонил на телефон, сбросил смс, что предложили купить наркотики. Он согласился, послал там ФСКН, тех задержали. Вы в это верите херню? — Во-первых, давным-давно уже дилеры торгуют через интернет, начнем с этого. Во-вторых, это, представляешь, инициативно кто-то сбрасывает смс и предлагает купить наркотики. Так же он мог не Воробьеву сбросить, а этому ФСКНщику. Он мог так же сбросить другому наркодилеру, который пришел бы ему в голову отшиб. — Представляешь, какой бред они несут. И люди в это верят. Молодец Воробьев, какой он хитрый. — Кстати, такие смс-ки приходят. Слово «спайс» и номер телефона. — Серьезно? — Да. — Ни разу такого не приходило? — Нет, столько. — А вы же телефоном не пользуетесь. Приходят, да, «спайс» и телефон. — Серьезно? То есть это новшество какое-то. Видишь, вот я сказал, оказывается, я не в курсе дела. Но новшества появились. — А я думаю, что это просто наркополицейские или вот хлуи. — Это вот, скорее всего, да. Просто провокация. — Чуваки, да. Они же раньше как, например, менты сидели, газету открывали. Вот давайте мы за проституцию, нам палочки нужны. Звонят, ну вы подъезжайте к пикету там или куда-то еще на углу. — Ну да, да. — Выходят, цапают и все. Вот уже палочка сделана. И вот в Москве две студентки продали подругу секс-рабство за 700 тысяч рублей. — Кому ты думаешь, они ее продали? — Имя же этим же ментам. — Конечно, ментам, потому что менты приболтали двух глупых нерп. Говорят, нам там девка нужна, секс-рабство, мы вам 700 тысяч дадим. Деньги большие. Деньги немалые. Они побежали, другую глупую нерпу уболтали, что они поедут с какими-то парнями встречаться в ресторан. Пришли, тебе дали денег и тут же их сластали. Чистейшая провокация. Вот чистейшая провокация, представляешь? И нормально, прокачиваясь, палочку вот там. Люди находятся здесь в секс-рабстве пачками. В Дагестанах, во всяких, на Кавказах в рабстве работают, на кирпичных заводах вообще никак. Всем пофигу. Вот такие вымышленные преступления, высосанные из пальца придумывают, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, представляешь? Почему? Потому что остальное время они как бы работают на себя. Ну, им же палочки тоже нужно рисовать. Начальник сказал, пошли, сделали. Ты что, думаешь, там каких-то сексуальных рабынь трудно было бы найти что-то? Да вообще, как два пальца описать. Ну, это работать же надо. Или кому-то обламывать. Там же кто-то их крышует. А здесь нормально. Пошли вот таких двух нерпу, самый главный, выбрали сам. Потупее и все. Ну, этим двум нерпам тоже, конечно, голову надо отшибить. Не, я что, оправдываю нерп, что ли? Они пол конченые. Это конченые, конечно. И одно из семнадцать, другое из семнадцать. Вот какая у нас молодежь растет? Ну, что ж. Не, ну, на молодежь всегда, в общем-то, еще со времен Салона, да, наезжали там. В Греции же это осталось на памятнике, да, что там старших не уважают, там, то, 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 то. Еще, еще тот текст, который во времена Салона, то есть, который без разрывов. Они же писали слева направо и справа налево, то есть, греческое письмо. Вот такое вот, змейкой. Вот так вот. Это то есть самое старое греческое письмо. Вот это осталось, что там молодежь прям плохая, безумно. Ну, всегда так оно было. В Чечне задержали российских и иностранных журналистов.